Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 30 марта 2017 года, четверг. А по одному из старинных 29-й день, месяц пробуждения природы, 7525-го лета. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме, уже обсуждавшейся у нас на радио. И звучащая так. Раса, род, народ, государство. Метафизический аспект. И уже часть у нас получается вторая, насколько я понимаю, да? Да. Итак, часть вторая. А вот кто сказал «да», так это сказал автор-сказитель Вадим Мосин. Здравия тебе, Вадим. Здравия, Алексей. Здравия, зрители. Ой, слушатели. И зрители, и слушатели. У нас теперь всё объединено. Итак, в прошлый раз мы с тобой уже неоднократно и до этого, и в прошлый раз обсудили, что такое раса с твоей точки зрения, что такое рожа, такой народ, государство, что такое метафизический аспект. Поэтому эти темы мы в этой передаче поднимать не будем. Можно вздохнуть спокойно. Но теперь у нас надо понять, надо разобраться, что же такое часть 2 и почему такое продолжение? Что там будет ещё часть 3, 4, 5, 10 и так далее? То есть снимаем бразильский сериал или всё-таки есть какое-то ограничение по количеству частей? Да я думаю, на этом мы и завершим обзор, потому что как бы дальше мы скатимся в политику, а политика не профиль данного радио, ну скажем так, не ключевой. Иногда эти темы приходится затрагивать, потому что, ну, государство, оно у нас и в современности присутствует, точнее, страна, поэтому затронуть современные темы всё равно придётся. Хотя бы во взаимоотношении власть-народ, ну и каким образом это всё опасно для государственных институтов и для страны, и для народа в том числе. То есть никуда мы от этого не денемся, да? Всё равно придётся на трагедии. Ну, это основа. Единственное, что как бы хотелось сказать и напомнить тем, кто не совсем в теме, почему метафизика, почему основа бытия. Существует два взгляда на то, как всё начиналось, эволюционная биология, теория эволюции, и вторая версия, утверждающая, что во главе всего, то есть эволюционная теория предусматривает некий механический процесс самоорганизации материи. Вторая версия предусматривает, что имеется универсальный ум, который это всё дело организовал. То есть материя не самоорганизовалась, а её организовала сила, которая стоит в основе бытия, лежит, находится, как хотите. Два взгляда порождают огромное количество ветвей. Ну, то есть не совсем огромное, но как бы эволюционное, на мой взгляд, всё ведёт в тупик, потому что нет ответа на ключевые вопросы. Теперь, значит, по поводу общества. Вот в прошлый раз начали этот вопрос затрагивать. Пирамидальная структура общества. Все высшие формы живых существ организованы в пирамидальную структуру. Человек, как существо, вид, стоящий на вершине цепи, вернее, пирамиды, также организован в пирамиду. И, собственно говоря, кто помнит историю, там это всё рисовалось в виде баронов, царей, феодалов и так далее. Вот всё пирамидальная структура. Почему? Ну, потому что с точки зрения геометрии, а геометрия — это наука очень интересная, в ней есть сакральный аспект, момент, ну и производный, который уже там как бы к нему отношения не имеет. Если вы поймёте основное начало геометрии, то, кстати, поймёте, каким образом развертывался трёхмерный мир, создавался, потому что, ну, там геометрия присутствует. Вот. Значит, так вот, пирамидальная структура. С точки зрения геометрии самая устойчивая на плоскости фигура — это треугольник или пирамида. Далее идёт сфера, потому что, ну, потому что сфера не имеет понятия и вверх-вниз, как её никотни, у неё всё будет вверх и вниз. Значит, треугольник. Значит, в треугольной структуре что важно? Значит, народ представляет собой основание пирамиды, вершина, голова, управление. До 1917 года во всех странах мира, в первую очередь там, где располагались народы белой расы, значит, во главе стояли воины. Военное сословие, которое в результате серии организованных переворотов и которые смогли произойти только в результате организованной Первой мировой войны, значит, структура социальная поменялась. И во главу угла, во главу пирамиды были поставлены группы социальных паразитов, представляющие собой различные партии, неких гражданских лиц, которые там называли себя политиками и так далее. Военные были отодвинуты в различных странах, ну, примерно на четвёртую или третью ступень, хотя раньше они занимали первую-вторую в социальной структуре общества. Значит, каким образом исторически выстраивалась структура социальной пирамиды? Да очень просто. С точки зрения важности, исполняемым тем или иным слоем функции, которая работала на общее дело. Самая важная функция — это функция защиты. Почему? Вообще, как бы, вот во всей своей деятельности, сейчас немножко на другую тему перескочу, человек, всё, что бы он ни делал, он повторяет сам себя. Да. Государство — это производная деятельности человека. Многие ошибочно считают, что государство — это есть некий механизм, который может работать отдельно от человека. Да ничего подобного. Это производная деятельности человека проявляется в виде государственных институтов. А так это взаимоотношения между слоями. То есть в основе деятельности государства лежит деятельность каких-то социальных слоёв. Никогда не говорите, государство мне причинило вред или ещё что-то. Вред вам причинил конкретный Вася Пупкин, который руководит чем-то. Вот это нужно помнить. Точно так же, как люди бездумно говорят, рухнула экономика. Экономика рухнуть не может по одной простой причине. Экономика — это производная деятельности людей. И поэтому рухнула не экономика, а та система, которую выстроила группа людей и которая дала сбой по определённым причинам. Ну, либо это было запланировано, ну, либо получилось в силу каких-то процессов, либо стечения обстоятельств. Вот. Значит, так вот, самая главная функция — это функция защиты. Почему? Ну, вот смотрим по аналогии с телом человека. Допустим, вы полагаете, что главное — произвести продукт, чтобы выживать. Ну, произвели вы продукт. Пришёл Коля из соседней заимки, всё у вас отобрал. То есть, вам нужно организовать защиту. Допустим, вы начали учиться производить продукт в большем количестве. То есть, вы начали учиться, начали работать, пришёл Вася с соседней заимки, отобрал. Функция защиты стоит на первом месте. А вот потом дальше, по степени важности вниз, идут следующие функции. Производство и обучение, естественно. Почему? Потому что, не обучаясь и не производя новые виды вооружений, новые виды технологий и так далее, вы становитесь беззащитными перед более конкурентными соседями. Собственно говоря, до сих пор мы существуем как страна только благодаря тому, что у нас хорошо развиты военные технологии. Пока у нас существует ядерное оружие в стадии готовности, ни одна гадина сюда не зайдёт в виде армии. Но они зашли по-другому. В 90-е годы, это уже второй был переворот, когда наша страна подверглась оккупации, причём как бы захвачена вершина государственной пирамиды. Это вот к вопросу о политике. Из этого никуда. Так вот. Социальные слои, когда были перемешаны, вернее так, рассмотрим сейчас вопрос, что такое социальный паразит. Это социальный слой людей, который ничего не производит общественно полезного для того, чтобы существовало всё общество. Во все века люди распространялись, вернее, разделялись по слоям и социальным группам, в которых, ну, как бы обозначалось их место принадлежности к той или иной профессии, помимо исполняемой функции. Ну, допустим, кузнецы, купцы и так далее. Значит, люди, стоявшие вне этих групп, считались подлыми людьми, холопами, ну, то есть это был самый низ, самое дно. Так вот, после произошедших переворотов, те, кто был на дне, кто был ничем, тот оказалось, что он стал, ну, если не всем, то пробрался туда, куда ему дорожка была заказана. Почему? Ну, хорошо подвесанный язык, подлый человек дал кучу обещаний, ему померили, его выбрали. На выходе он на всех нагадил, сам заработал, а сидит теперь всех давит. Вот такое было, собственно говоря, в 17-м году, даже раньше, ну, да, когда февральская революция, прошла, точнее, переворот. И такое произошло в 90-е годы, когда народ, который, скажем так, был погружен в специальную информационную среду в годы существования советской власти, которая не давала возможности людям понять, каким образом работает государство. Поверили в идеи демократии. Ну, никто же не зачитывал в школе такой документ интересный, как Сионские протоколы. А там все вещи названы циничной прямо своими именами. Я, собственно говоря, всегда говорю следующее. Считается, что это протокол фальшивка. Да мне все равно, фальшивка это или нет, просто оспорить нельзя одно. То, что написано 100 лет назад, неизвестная группа людей, я не говорю, какой они национальности и так далее. Работает до сих пор. То есть это писал человек, который очень хорошо разбирался в метафизических основах государственного устройства, который знал разницу характеров народов и знал, как себя ведет толпа. Что такое толпа? Это группа людей, ведущих, скажем так, живущих механически. То есть есть люди, которые имеют потенциал к осознанности и механика. Но с точки зрения суфизма люди делятся на три группы. Люди-демоны, люди-животные и те, кто достоин называться человеком. Вот по суфистской градации люди-животные и люди, ведущие механический образ жизни, это примерно одно и то же. То есть человек не видит никаких перспектив, его когда-то чему-то научили в школе, и он до сих пор оперирует этими понятиями. Ну, еще теми, которые он услышал из ящика. Или то, что сказала ему начальство сверху. То есть отсутствие анализа, отсутствие стремления к саморазвитию, к познанию и так далее. Познание у него закончилось, когда он закончил институт с трудом. Так вот, группа социальных паразитов, которая пришла во всех странах к власти, начала формировать определенное негативное отношение к военному сословию. Что военные развязывают войны, что нет более глупых на свете существ. Ну, собственно говоря, я эту тему не хочу сильно поднимать, но если вы трезвым взглядом посмотрите на то, как у нас поливают грязью профессиональных военных, офицерский корпус страны в первую очередь, ну, вот в 90-е годы, там, сериал «Солдаты» и прочее, значит, вы увидите, что военные представлены такими дураковатыми ребятами, которые там готовы умереть по приказу того же самого начальства. На самом деле все обстоит не так. в этой среде, и этот социальный слой, пока он пребывает в состоянии социальной политической импотенции, ну, значит, и вся страна будет пребывать в таком странном состоянии. Значит, чем обернулось для вот этих государств изменение в государственной машине структурных блоков местами? То есть вот, когда военных отодвинулись с первого, второго места на четвертое, ну, наблюдаем по странам Европы, Россию пока не трогаем. Деградация коренного народа, коренных народов, утрата в ряде случаев независимости национальной, все переведено в угоду неким транснациональным группам, которые пытались и сейчас в Европе, в послевоенной Европе, после Второй мировой войны, была реализована программа, которую пытались реализовать накануне Первой мировой войны. Мало может кто читал. Я читал работу товарища Ульянова Бланка, которая называется «О Соединенных Штатах Европы». Так вот, там как раз он вел полемики с теми, кто пытался все страны Европы собрать в единый конгломерат. Вот товарищи, которые сидят, вещи мутят, они как бы стремятся образовывать большие конгломераты, которыми они пытаются руководить. У них это не очень получается, но у них получается хорошо вредить и гадить, поэтому как бы вот сейчас мы имеем то, что имеем. Так вот, в послевоенное время, когда значение военного сословия было резко понижено, мы имеем такую картину, что Европа стоит накануне серии межрасовых войн, когда европейские страны накачали беженцами из народов черной расы, которые не хотят интегрироваться в европейскую среду, а предпочитают, как им и положено, вести тот образ жизни, которым они привыкли жить, их предки и живут не одну тысячу лет. Мы это все увидим в скором времени, как это все произойдет. Выхода из этой ситуации у Европы, кроме как силового разрешения конфликта, нет. Единственное, что они могут сделать, если у них пороха хватит у кого-то, силовым образом выдворить всех этих беженцев туда, откуда они прибыли. Но никто из тех, кто сейчас там сидит, это не сделает. Значит, будет что? Значит, будут развиваться локальные конфликты, точно такие же, как и происходят в Соединенных Штатах. Для тех, кто не в теме, книжка Джареда Тейлора «Лицом к лицу с расой». Очень интересная работа. У данного автора есть свой сайт русскоязычный в интернете. Можете загуглить, найдете, почитаете. Так, что еще? Как это конкретно отразилось на положении в нашей стране? Ну, смотрим. Значит, на что следует обратить внимание интересующимся слушателям? На то, что из исторических процессов усиленно исключается национальный фактор. То есть, вот происходит масштабное событие. Ну, мы сейчас возьмем новейшую историю. Вот как раз переворот 1917 года. Кто там участвовал? Большевики, меньшевики, белые, красные. Это все условные термины, слова, за которыми не стоит ничего. А за этим стоят национальные, вообще-то, группы. И когда вы начнете раскладывать, уберете вот эту шелуху, которую, к сожалению, приняли те, кто даже вот ввел борьбу за независимость России в то время. Я имею в виду о лидерах белого движения. Это были все люди, принадлежащие, как правило, к военному сословию, к казацкому сословию, к крестьяне-воины. Это были все представители коренных народов Российской большой империи. Значит, а вот те ребята, которые предложили все это дело называть белые и красные, они как раз стояли на той стороне большевики, где были меньшевики и серые и прочие товарищи. Все это финансировалось компанией Ротшев. На эту тему есть куча литературы. Чтобы понять роль национального фактора в перевороте 17-го года, рекомендую Дуглас Ридс по Россионе. Как бы там эта проблема отражена от и до. Со всеми доводами и ссылками, чем ценим Дуглас Ридс. А он был свидетелем тех событий. Он был корреспондентом английской газеты и описывал непосредственно то, что видел сам, а то, что ему описывали очевидцы. Человек острого ума, хороший аналитик, его книжка запрещена в многих свободных демократических странах. В России она издавалась. Обязательно найдите, детям дайте почитать, близким своим и так далее. Она большая, это своего рода энциклопедия, но это очень нужная книга, если вы хотите понять, как много в истории вы не знаете с точки зрения национального фактора, части расового. Потому что часть идей разрушительных это дело рук народа черной расы. Так вот, группа социальных паразитов впервые была придумана именно ими. Я в предыдущей передаче эту тему затрагивал. Еще раз, социальный паразит это группа людей, ну и конкретный человек, который не производит ничего полезного для общего блага. Ну, например, рабочий работает на заводе, точит гайки, все понятно. Это куда-то идет, кто-то использует и так далее. Военный защищает страну, границу, силовик обеспечивает правопорядок, если он его, конечно, обеспечивает. Силовик, силовик урозит. Имеется в виду правоохранительные структуры. Учитель учит, врач лечит, а тут появляются группы, ну, таких вот бездельников, как футболисты, ну и так далее. Самая первая социальная группа, политики, это туда же все. Значит, самая первая социальная группа, которая ничего не делала, но при этом все имела, и которая могла манипулировать людьми, возникла на территории Аравийского полуострова. Это религия иудаизм, и это ее религиозные деятели. Значит, принципиальное отличие лидеров этой группы от жрецов, которые были у других народов, в том, что эти манипулировали общественным сознанием, не занимаясь даже обучением людей. Вот роль жреца, допустим, у славян, но она отличалась как бы тем, что это был изжрец, врачеватель, специалист по добыче информации из четвертого измерения. Сейчас в этой передаче не буду объяснять, что это такое, это информационное поле, откуда, собственно говоря, люди всю информацию учерпают. Значит, так вот, нам в учебниках по истории, если помните, говорили, что когда сюда определенная группа лиц принесла идеи иудохристианства, там немножко в учебнике по-другому это говорят, то это был прогрессивный шаг вперед по сравнению с тем, что тут были жрецы, что язычество — это плохо, это отсталость, отстой и так далее. Ну, доводов при этом дальше не приводилось никаких, а, собственно говоря, если покопаться, только извините. Ну, я в своей книжке привожу на этот счет фразу Маркуса Иллироважа, личного секретаря обороны Рольфшельда, где он очень коротко и объективно все это сказал. Бог знает бы, где были бы ваши народы, если бы не мы с вашими идеями. Мы заставили вас верить в наших богов, учить нашу историю, ну и так далее. Почитайте. Можете загуглить в интернете Маркуса Иллироваж перевод. Сейчас, как же... Ладно, забыл. Неважно. Марк Иллироваж. Так вот, вот эта группа социальных паразитов распространила потихоньку эти идеи среди народов белой расы. Вообще, я вам в предыдущей передаче как бы говорил, что и христианство, и ислам это две религии черной расы, изобретения. Поэтому они такие достаточно жесткие, там все регламентировано. Почему? Народы черной расы это женский тип, нужно держать в узде, регламентировать все жесткими правилами. В противном случае будут войны и так далее. Во что просто трансформировался ислам? Ну, это другой отдельный вопрос. Ну, точно так же, как вопрос, на что трансформировалось, скажем так, христианство. Куча есть течений, и там ведь, как бы, кто этот вопрос пытался глубоко изучать, ну, есть смешение несовместимых частей, потому что идеи Иисуса Христа никакого отношения не имеют к первой части документов под названием Библии и Летхи Заветы, потому что это Тора и история еврейского народа, так называемого, которого на самом деле не существует. Есть два близких народа, один народ белая раса, другой чёрный, эту идею мы в прошлой передаче обсуждали. Значит, что дальше? Помимо этого социального слоя паразита, других слоёв не было долгое время. Почему? Ну, связано с тем, что технологии развивались медленно, и каждому слою было своё место. А церковники как бы сидели отдельно. История церкви — это отдельная история. Там есть подвижники, которые никакого отношения не имеют к тем идеям, которые изложены в Библии. Я имею в виду святых старцев, которые, собственно говоря, на которых церковь паразитирует, на их авторитете. А эти жили по законам наших предков, по законам рода и так далее. Я могу это сравнивать, потому что как бы в период своих исканий я узнакомился со всеми этими работами святых старцев. Они как бы в библиотеке православной есть. И я тогда ещё обратил внимание на несоответствие того, что говорят они, тому, что написано в первоисточнике названием Библии. Кому интересно, можете посмотреть, сравнить сами и убедиться. Не надо ничего принимать на веру с того, что я говорю. Я ещё раз говорю, моя задача заставить вас думать. Если вы хотите спорить, я ни с кем не спорю по одной простой причине. Спорщик, он культивирует свой эгоизм. Я не эгоист, поэтому я делюсь информацией. Порядки обмена. Значит, что произошло с развитием технического прогресса? Вот здесь этот вопрос интересный. Это конец 19 века, начало 20-го. Начали появляться социальные группы, которые, ну, скажем так, имея деньги, не делали ничего полезного для общества. Вот есть разные предположения происхождения слова интеллигент, но я скажу ту, которую я как бы запомнил. Есть версия такая, что его придумал писатель Бабарыкин 19-го века и обозначал этим термином группу интеллектуалов, которые лезли в политику вместо того, чтобы заниматься интеллектуальным трудом. Писать стихи, рассказы и так далее. Вот. Ну, как бы это один вариант. Ну, самое страшное произошло в начале 20-го века, когда был придуман, когда была придумана идея с партиями о том, что партия может представлять идеи народа. Ну, собственно говоря, про то, что партия представляет идеи народа, вы все знаете. Я просто скажу, как об этом говорится в том самом документе, который является фальшивкой. Протокол номер один партийные раздоры. Народ, предоставленный самому себе, то есть выскочком из его среды, саморазрушается партийными раздорами, возбуждаемой погоней за властью и почестями, происходящими от того беспорядками. Возможно ли народным массам спокойно, без соревнований, рассудить, управиться с делами страны, которые не могут смешиваться с личными интересами? Это немыслимо, ибо план разбитый на столько частей, сколько голов в толпе теряет целостность, а потому становится непонятным и неисполнимым. Ну, а теперь попробуйте эту идею опровергнуть. Собственно говоря, когда вы посмотрите на то, что происходит у нас в действительности и отнесете это на то, что происходило сто лет назад, вы поймете, что происходит одно и то же. Система антиотбора работы. Значит, следующее. Трагедия России в том, что на вершину социальной пирамиды в 1917 году пришли представители кочевого народа, которые связаны с религией и иудаизм. Они воспитывались в закрытой группе информационной полевой структуре, в гетто, которое создано было раввинами, левитами. Значит, под, кстати, в гетто работало, это я все тестирую с Дугласа Рида, он исследовал этот вопрос очень глубоко, там работала кагальная полиция, которая там была всегда. Значит, есть во второзаконии такие правила, поставь наблюдателя за наблюдателем. Вот это работало все и в Советском Союзе потом. Почему? А шпионить друг за другом, это одно из главных принципов, который работает в этом народе. Если в нашем народе это считается, в народе среди народов белой расы это считается, ну, презренным, недостойным, там это нормальная ее линия. Значит, так вот, эта группа, чтобы защитить себя, создала силовую структуру, которая, ВЧК имеется в виду, которая занималась чем? Подавлением выступлений коренных народов и защищала верхушку от всех остальных. Так вот, я сейчас немножко соскочу вперед. Когда наступили 90-е годы и номенклатура, появившаяся в результате системы антиработы, системы антиотборы, сдала страну, это Горбачев и компания. Есть еще одна группа людей, которая в этом ему сопутствовала. Я говорю о сотрудниках КГБ. Почему? Очень просто. Значит, Комитет государственной безопасности чем занимался? Государственной безопасностью. Он следил за тем, чтобы среди граждан не было инакомыслия. А мысли граждан сформировались в среде марксизма-ленинизма, который был своего рода твунутом для воев. Так вот, они сами не понимали, что они делают, но, к сожалению, проблема была в чем? Если бы там вовремя нашлась группа генералов и старших офицеров, которая бы поняла, что гражданин Горбачев сливает страну просто-напросто, его надо было обезвредить, нейтрализовать, и, возможно, история потекла бы по-другому, не было бы столько смертей и так далее. Они этого не сделали. Почему? Потому что изначально были ориентированы на то, чтобы подавлять народ. Это и сейчас происходит с их преемниками, правопреемниками и так далее. Ну, печально, но это все безопасности страны не способствует. Вот я выступаю за безопасность государства в данном случае. Никакого конкретного обвинения конкретным лицам, это все когда-нибудь установит история. Иосифа Виссарионовича тоже много лет поливали грязью. Так вот, все станет на свои места и те, кто виноват в развале, их назовут. Помимо Горбачева и его ближайших приспешников, которые за бутылку водки страну сдали. Ну, это я так утрирую, но тем не менее. Так вот, дальше про социальных паразитов. Те люди, которые пришли к власти в 17-м году, сформировали слой номенклатуры. Нужно понимать, что это группа управленцев, вот эта партийная верхушка и назначенцы на вышестоящие должности в государстве. Поскольку, поскольку все они выросли, формировались, их мировоззрение формировалось в системе Хидер. Хидера — это иудейская школа, где учат по законам Тора и Шелхана Руха. А это значит, что? Что главный постулат этого обучения, он, кстати, во второзаконе и в Библии также прописан, что есть богоизбранный народ и все остальные народы, и, собственно говоря, вот все остальные народы по отношению к этому народу являются нижестоящими, являются его слугами и так далее. Это я мягко говорю, там все намного жестче описано. Так вот, вот этому детей в Хидерах учили с раннего детства. Я там примеры привожу, как нормальный еврейский писатель Альтман эти все вопросы описывал. Ну, то есть, нормальный человек, он эти процессы описал, вы сможете прочитать. Значит, фишка в чем? Все это воспитывало двуличие и систему кастовости. И вот эту систему кастовости те, кто формировал верхушку государственной пирамиды, то есть систему отношений внутри учреждений в период с 17 по 29 примерно год, даже чуть больше, примерно до 38 года, там было засилье кочевого элемента в государственном управлении, пока их там Иосиф Виссарионович значительно не подчистил. Они сформировали свою систему отношений, и эта система отношений перекочевала дальше, в послевоенный период, и дожила до 90-х годов. Собственно говоря, она продолжается и сейчас. Фишка в чем? Есть каста неприкасаемых, она была тогда, вы можете наблюдать ее и сейчас. Фамилии надо называть, не надо, не знаю, дело Сердюкова, Васильева и так далее. То есть кто-то может отвечать, кого-то сажают за украденный рубанок, а кто-то украл 3 миллиарда, подорвал оборудован способность армии, ничего, отсидел в домашних условиях. Ну, я просто к тому, что это там было всегда. И, к сожалению, этот бич, он не устранен в системе поломка, системная ошибка в государственной машине работает до сих пор. Поэтому, когда люди выходят на улицу, я понимаю, почему они выходят, они доведены до крайней точки кипения, тем, что, вот смотрите, что делает власть, вот последний митинг 26-го. Все же о нем молчали, халуйские средства массовой информации. Значит, говорилось только в сети интернет. Так вот, этого бы не произошло, если бы те, кто руководит государством, действительно занимались борьбой с коррупцией. Ну, поскольку этого не происходит, система неприкасаемых работает, то произошло то, что произошло. Значит, дальше. Помимо того, что была сформирована такая система взаимоотношений, верх государственной пирамиды, отношения внутри замкнутой касты номенклатурщиков, а туда брали далеко не все, была создана система антиотбора. Что это такое? Сейчас расскажу тем, кто помнит пионерские организации, поймете, для чего их создавали. Значит, как в многомиллионной стране найти потенциальных кандидатов в номенклатурный слой с достаточно низкими качествами души, которые будут работать на свой карман, на карман вот этой узкой группы, но не на общее дело. Это очень просто, нужно создать систему организаций, начиная от октября, пионеры, комсомольцы, дальше партийные молодые кадры и так далее. То есть, меня, конечно, могут возразить слушатели, что были те, кто там искренне верили, были и такие, да, но особенно, скажем так, хорошо эта система себя зарекомендовала уже после войны. Почему? До войны все-таки родовая связь, преемственность между поколениями работала сильнее, имеется в виду после 17-го года по 30-е. А тогда система, кстати, оболванивания работала более жестко. Я просто беседовал неоднократно с пожилыми людьми, с первыми пионерами. Вот. И они мне рассказывали, как это у них было. Значит, по сравнению с тем, как это было сейчас, сейчас формализм, ну, в смысле сейчас, в 60-е годы, в 70-е, когда я там уже пионером был, я это помню, значит, в 70-е годы пошел формализм. Но чем он был страшен? Значит, ну, помните, октября-то, то есть старшие звездочек еще как-то назначались. Ну, как правило, на эту ненужную абсолютно на работу, детям ведь неинтересно там газетки рисовать. Ну, кого-то выделяли, все, вот, ребенок занимался. Дальше. Пионер. Там уже находились те, кто шел на должность, как это называется, там, старшей звена или чего, сознательно. Комсомолы. Там уже выделялись вот эти вот перспективные вожаки, которые там шли туда с удовольствием. Ну, а дальше они уже шли на постоянную комсомольскую работу, эти ребята знали, чего, а ведь эти должности все освобожденные, за это платили хорошие бабки, система льгот была и так далее. И вот так вот формировалось это звено партийных функционеров комсомольских. Значит, чем это закончилось? Ну, молодые комсомольцы страну-то и развалили, собственно говоря, и преемники вот тех, кто, кого уже Сталин не воспитал. Значит, для того, чтобы система более или менее работала, Иосифом Виссарионовичем, а он был хороший специалист по подбору кадров, была создана внутри партии комиссия по партийному учету. Ее работу описывает Васленский в своей работе «Номенклатура». Вот, собственно говоря, результатами его работы, материалами, я и пользовался, когда там свою книжку составлял, и вообще смотрел, как эта вся система работает. говорит, но в чем проблема комиссии по партийному учету? Существует такая штука, это уже метафизика, потеря импульса на третьей передаче. Ну, вот если по боевым искусствам смотреть, вот есть мастер, есть ученик, первый ученик мастера, дальше идет ученик ученика мастера, и дальше все, дальше преемственность школы теряется, как правило, пока не появится какая-то новая яркая сущность, которая мастера, ну, если не превзойдет, то будет его аналогом только в версии, там, 2.1, допустим, и так далее, который новый импульс даст уже своим ученикам. Так вот, здесь произошло то же самое. На третьем поколении система дала сбой, и такие негодяи, как Горбачев, получили возможность делать то, что они и сделали, для чего, собственно говоря, наверху продвигали определенные структуры. Значит, причем, когда Горбачев пришел к власти, он эту комиссию распустил, причем об этом оповестили все центральные газеты, а для чего это было сделано. А номенклатуре на местах был дан сигнал. Народ это не понял, а номенклатура поняла партийная, что за ними контроля нет. То есть, эта комиссия занималась контролем за вот этими управленцами, чтобы у них не было лишнего имущества, за двухэтажный дом могли вообще-то исключить их из партии, завести уголовное дело и так далее. Там, где я живу, был такой прецедент с директором одного из заводов. Причем, тухибарку двухэтажную, которую он себе построил, она бы уместилась сейчас в один из дворцов Дмитрия Анатольевича, там, в кухню, допустим, там. Вот поэтому система развалилась. Сейчас, в так называемой возрождаемой России, ничего нового не происходит. То есть, повторена система старая, которая была и работала в СССР. Я называю это попыткой нарисовать карикатуру на карикатуру. Вот в полном смысле СССР, ну, тут на меня, может, кирпичи сейчас полетят, но я это все жил, помню. Ну, Иосиф Виссарионович просто многое не успел доделать. Это ж только он такой импульс дал. А все хорошее, что помогло СССР существовать как державе, государству, пока там он был в главе, потому что государство связано с понятием воин, руководитель по духу. После Сталина там ни одного воина нет. Значит, все самое хорошее Иосиф Виссарионович взял, оглядываясь на устройство Российской империи. Там аналогии можно проводить, их много, но, к сожалению, партию он перестроить не мог по одной простой причине. Это упирается в механистичность мышления массы. Проблема такого руководителя, как Сталин, что, понимая невозможность функционирования этой системы, которую сделали, он попытался заложить в нее отдельные блоки и механизмы, которые бы помогли системе выжить достаточно длительное время. Вот как эта комиссия по партийному учету и контролю. Другой задел, который Иосиф Виссарионович начал делать после войны, это создание суворовских училищ. Значит, что это была за попытка? Это была попытка начать выращивать военную элиту, которая должна была стать во главе государства. Почему я делаю такой вывод? Ну, я общался с выпускниками суворовских училищ типа Минской кадетки. Ну, то, чему их там учили, этикет и так далее, это выходит за рамки военной науки. Но это общеобразовательные дисциплины, которые, без которых, собственно говоря, человек, который будет чем-то руководить, ну, он будет неполноценным руководителем по-любому. Так вот, пока военное сословие будет, открыв клюв, просить что-то вот у этих, ничего в нашей стране не изменится. На остальные страны мне, собственно говоря, все равно, что у них происходит. Там, где женщина министра обороны, ничего хорошего быть не может. Кстати, еще про один нюанс, как перевернуто с ног на голову, но это уже микроблоки. Значит, структура Министерства обороны, верховный главнокомандующий, министр обороны, генеральный штаб, потом все остальные структурные подразделения. Ну, давайте на человека посмотрим. У человека всем рулит душа. Душа оперирует, управляет телом через мозг. Значит, мозг устроен в голове, голова у человека одна. Значит, получается таким образом, что в армии, если кто не в курсе, главная голова это генеральный штаб, потому что все мысли, все идеи, все военное планирование и стратегии идут оттуда, не из Министерства обороны. Вот Министерство обороны, это учреждение, вообще любое министерство, это хозяйственная функция, вот зархоз. Его задача там обеспечить портянками, обеспечить взаимодействие по военному строительству и так далее. размещение оборонзаказа, контроль за его исполнением и так далее. Я же молчу о том, что верховным главнокомандующим является человек, который не является военным по специальности. Война это очень точная наука. Но если вам все равно, кто будет вами командовать, ну ладно, хорошо. Но не дай бог, вы считаете война, вы увидите, что все будет очень плохо. Например, есть такая штука, как мобилизационный план. Мобилизационный план доводится до каждого руководителя города, любого населенного пункта. Значит, поскольку все это люди сугубо гражданские, которые иногда проходят какие-то курсы, на которые они ездят только побухать, и там они не учатся. Значит, когда, не дай бог, начнется горячая, жаркая война, они не смогут исполнить мобилизационный план. Но они просто не понимают, что неисполнение мобилизационного плана в военное время, это расстрел на месте. Почему? Потому что это оборачивается большими жертвами, потому что это нарушение снабжения армии, это нарушение обороноспособности страны. Вот и все. Это я к тому говорю, почему кадровый резерв управленцев должен быть и терпаться только из отставных офицеров русской армии. Точно так же, как и все управление наверху должно осуществляться непосредственно этим слоем. Кто-то, если мне может возразить, какие они там каши и так далее. Ну, ребята, военное сословие неоднородно, я разных людей там видел, но если вы сравните с теми проститутками, которые там сейчас заседают в разных органах государственной власти и делают вид, что они служат народу, а на самом деле они занимаются вредительством, ну, это ваши проблемы с мировоззрением. Вадим, вот поймают тебя и девушки, которые там куда-то, и проститутки, и какие-то там еще органы власти, и начнут с тобой разбираться. Как ты там нас назвал? Что ты там наговорил? Я адресно никого не называл. Пускай, если человек считает, что я оскорбил непосредственно его или тот орган, который он представляет, я вообще-то имею юридическое образование, ну, тогда он должен доказать, что я назвал именно его. Я непосредственно никого не называю. Алексей, эти моменты обхожу стороной. Ты хитрый, ты хитрый. Я осторожный, я на войне. Ну, кто-то считает, что у нас не война, а у нас война, и у нас оккупация. У нас страна оккупирована, к сожалению. Вот есть признаки оккупации, тот следующий момент, который бы я хотел затронуть. Значит, есть разные определения. Все как бы нацеливают на то, что оккупация связана с войной. Значит, оккупация в переводе с латинского обозначает брать, занять, овладение местом. Там же есть интересное еще одно определение, овладение вещами, не имеющими собственниками. Так вот, когда собственников в стране нет, нет толкового руководителя, то страну оккупируют. И те признаки оккупации, которые являются официальными и используются в военной науке в том числе, и те, которые использую я, но они немножечко отличаются. Вот, я их не буду произносить по радио, но если вы купите книжечку, почитаете, разберетесь. И дайте эту книжечку почитать своим друзьям, близким и особенно людям, связанным с армией. Вот и все. Так, что дальше? Про социальных паразитов сказал? Да, про ложные идеи, информационную среду. Значит, нужно понять следующее, что такое, почему метафизика и реальный мир. Значит, главное в человеке и его душа. Вот тело без души, оно превращается в обездвиженный, собственно говоря, в безжизненный кусок материи органической, которая начинает очень быстро разлагаться, распадаться на составные элементы, молекулы и атомы. Значит, что главной пищей для души является? Эмоции и впечатления, то есть это информация. Значит, то есть информационная среда является основой для формирования здоровой души, а вот род, среда информационная, которую формирует род, семья, народ, который не заражён ложными идеями, он формирует потенциально здоровую душу, то есть он формирует потенциально здорового душевно, физически, в том числе человека, потому что он задаёт определённый стандарт, допустим, мужественности, женственности и так далее. Вот то, что происходит сейчас, ну вы видите то, что происходит на экранах телевизоров в голливудских, да уже и в наших, к сожалению, в фильмах, в мультфильмах в том числе, вот, ну это как бы формирование информационной среды, которая оказывает деструктивное, разрушительное влияние на формирующуюся матрицу души. Так вот, долгое время единственной информационной средой, в которой формировали мировоззрение, мировосприятие и мироотношение того или иного народа, была религиозная идеология. Поэтому следует обратить внимание на ту первую религиозную идеологию под названием иудаизм, которая формирует мировоззрение, мировосприятие и мироотношение у народов, двух соединённых искусственно в один народ, и это мировоззрение, мировосприятие и мироотношение немножко отличается от мировоззрения, мировосприятия и мироотношения всех остальных народов, в первую очередь народов, населяющих территорию Европы. Вот. Таким образом, читайте. Но не в лучшую сторону. Все вы это прекрасно знаете, я тут буду эти вещи старательно обходить стороной, потому что как бы тема очень скользкая. Значит, хочу обратить внимание на ту среду, которая была сформирована в Советском Союзе. Марксизм-ленинизм была главной идеологией, которую прививали народу, а что такое марксизм-ленинизм? Научный атеизм плюс научный коммунизм. Значит, и то, и другое являются суррогатом религии, но такой, антирелигии. Вроде как они с религией боролись, на самом деле являясь религией по сути. Ну, просто один Талмуд заменили на другой. Талмуд Тора и Ветхого Завета заменили на Талмуд Карла Маркса. А атеизм — это система мировоззрения обрезанная. То есть, есть физика и метафизика, а предложили изучать только физику. Вот это сформировало три поколения, даже четыре, которые очень много просто в силу привычек, в силу механицизма не понимают, что мир глубже, богаче и так далее. У некоторых людей ну и то, что привидения есть или нет. Да, чушь. Ну, как чушь. Ну, когда увидите, смотрите. Бывают разные случаи реакции на увиденное. Ну, и так далее. Поэтому, если чего-то вы не видите, не ощущаете, это не значит, что этого нет. Человеку дано пять органов чувств, он ими, пятью-то не совсем и всегда может пользоваться, как следует. Но есть еще один орган, точнее, способ получения информации, который человек себе может развить. Это его ум и то, что называется шестым чувством или интуицией. Но вот интуиция это не совсем правильно, а вот развитый ум, который может воспринимать среду за гранью там и одного мира. Это вполне реально. Но для этого нужно приложить серьезные усилия и, собственно говоря, некоторым аспектом того, как это делать, я посвящу третью и четвертую книгу. Но четвертая это уже конкретно боевая система, которая ну, которая работает. Ну, я вам уже говорил пример наподобие системы Гамуина и так далее. Это все одно и то же, просто, ну, это как бы мое видение, хочу его изложить для обмена опытом. Потому что не все про эти вещи пишут, но я стараюсь писать достаточно подробно. Так, ну, вот, собственно говоря, что такое вот эта система, какое влияние она оказала. Когда в 90-е годы в результате абсолютно целенаправленных действий страну подвели к экономической катастрофе, она была организованная, в страну начали вливать новую идеологию. Вот те, кто стоял на защите идеологии, не отреагировали должным образом. То есть во все века, чтобы вы понимали, те ребята, которые баламутят народа, они всегда оперируют всего двумя вещами, точнее, тремя. религия и спирт, наркотики, разврат, классицизм. Вот, еще раз акцентирую внимание на том, что атеизм и научный коммунизм это просто суррогат религии. Больше никак. Если кто-то не согласен, ну, хорошо, попробуйте почитать Карла Маркса, товарища Ленина, Бланка и так далее. Атеизм, я уже сказал, почему это суррогат религии. Все равно это вера. Кто-то верит в то, что есть высший ум, кто-то верит в то, что его нет. Но это все равно вопрос веры. То есть и то, и другое ненаказуемо. Просто вопрос идет о расширении кругозора. А вот с точки зрения расширения кругозора, ну, на войне что лучше? Если вы видите далеко и много, либо вы сидите и в таком узком луче вас слева-справа обошли, и все, чмык, вас уже нет, прикончили. Поэтому широкий кругозор, он облегчает возможность к выживанию и возможность к постижению, проникновению в глубины мира. Почему, собственно говоря, наука буксует вот уже лет 15, наверное, больше, лет 20. Хотя я читал работы некоторых академиков, и они там честно говорят, что вот уже в 80-е годы наука начала буксовать. Да потому, что метафизика исключена как инструмент. Все крутится, допустим, вот в вопросе росологии, вокруг эволюционной биологии. Ну, можно таким образом смотреть, но вы не ответите тогда на очень многие вопросы. Эволюционная биология идея была хороша в 19 веке, когда развивалась росология. Почему? Ну, потому что тогда народ многого не знал, но в то же время наряду с эволюционной биологией и росологией в то же время появлялись труды Блаватской, Горджиева, Успенского, Папюса и так далее. То есть, был целый ряд исследователей, которые работали в направлении исследований эзотерических вопросов, скрытых. Вот. И пытались это донести до людей. В конце концов, вся, это как бы тоже особая наука и история не любит отмечать, но вся официальная наука вышла из алхимии, алфизики и так далее. А это все вот те вещи, которые сейчас ха-ха-ха. А это все герметический свод и все идет оттуда. И в принципе, воспонимание принципа подобного притягивается к подобному. И что любое явление есть непрерывный процесс, его нельзя рассматривать статично. Вот беда очень многих, что люди рассматривают процесс статично. Взяли явление, выдернули из него кусок, джу-джу, сделали вывод. Да нет, надо его смотреть и покрутить со всех сторон. Когда вы посмотрите и покрутите, тогда вы поймете. А когда вы делаете однозначный вывод, жесткий, изучив одну из 360-х частей явления, ну, это ваш вывод об одной из 360-х части явления. Я имею в виду явление, если его рассматривать как сферу, как непрерывный процесс. Вот в этом-то вся и проблема. То есть проблема в голове человека, в его уме. И я просто смотрю, опять возвращаясь к политике, какие словесные баталии идут в комментариях допустим к митингу или еще чего-то. Ребята, ну, если там исключить кремлеботов и так далее, ну, очень обидно, что так происходит, что у вас в головах каша. А каша происходит почему? Потому что нужно знать, как функционирует государство как машина и что за социальный слой или группа людей стоит во главе. Вот я вам процитировал о том, что из себя представляют партийные раздоры. В чем я процитировал слова, произнесенные сто лет назад, когда как раз и стали внедрять систему партий. Вот смотрите, любая партия социальный паразит. Теперь сейчас еще немножечко, почему я сторонник того, чтобы государственный кадровый резерв формировался только из сословия военных. Военный человек, пошедший служить, не все военные, кстати, воины. Там есть и другие. Ну, это уже система кадрового отбора того человека, который стоит на самом верху. Вот Сталин отобрал воинов, а вот кто был после него, уже там отбирал политических деятелей. Разницу между словами политик и государственный деятель, она очень простая. Государственный деятель работает на будущее народа, политик на узкую группу группы лиц, с которыми он связан определенными обязательствами. Так вот, если вы умеете управлять группой 18-летних, организовать группу 18-летних в юношей, умеете организовать взаимодействие между частями и так далее, возникает вопрос, почему вы не сможете организовать взаимодействие между городскими подразделениями и так далее. Но просто вопросы мира и войны они всегда пересекаются. Почему я говорю, что, не дай бог, война и мобилизационный план нигде не будет реализован. Ну, может быть, в 10% населенных пунктов из всего огромного количества населенных пунктов, где вовремя бездействие мэра города или губернатора подработает мобилизационный отдел, где военные вовремя бывшие, военные, военные бывшие не бывают. Туда в мобилизационные отделы всегда отбирают только военнослужащих, офицеров, ниже майора по званию, имеющих определенный опыт именно по мобилизационной работе. Так вот, эти люди, где успеют сработать, там мобилизацию, мобилизационные мероприятия проведут. Вот эти вопросы войны и мира, они всегда пересекаются, и ведь разницы нет, нельзя разделять жестко. Вот у нас сейчас мирное время. Так кто это сказал? Вы внимательно присмотритесь к тому, что происходит, и увидите, что у нас далеко не мирное время. Дальше. по поводу социального, по поводу информационной среды. Информационная среда, которую формируют сейчас в России, это информационная среда потребления. Она ориентирована на те поколения, которые вот начиная с 90-го года вошли в жизнь. Для них формируется стандарт поведения, мировоззрение, мироотношение, и всё обстоит очень печально. То есть мы несем людские потери в информационной войне. Если это всё не изменить, ну, вы получите управленческие кадры лет через 10 где-то, которые поступят со страной так же, как гражданин Горбачёв. Вот и всё. И все те, кто сейчас бездействует, я имею в виду, рассчитывая на пенсию и так далее, в органах, которые должны следить за защитой государства, обеспечивать его безопасность, думая, что их дети будут жить хорошо, вы не будете жить хорошо, ваши дети, потому что те силы, которые хотят страну нашу развалить, они своё дело делают, а вы своё дело не делаете в полном объёме. Вот и всё. Вы не с теми воюете. ну не знаю. Наверное, имеет смысл, чтобы люди сейчас задали вопросы, потому что лучше бы они почитали то, что выйдет, потому что как бы вот эти вопросы я и хотел донести до наших слушателей. Социальный парадокс ложный если ты считаешь, что нужно позадавать вопросы, давай вопросы позадаём. А потом вспомню ещё, скажу, да. А то как-то прям так разошёлся не на шутку. Ну, мне больно за нашу страну, и это не Стёб, а это на самом деле. Как говорил Ерещагин, за державу, обидно, да? Отлично. Продолжение слушайте в следующей части.